Помимо нарушений правил охоты, снова наслухует тема незаконного хранения оружия. Поводом послужил случай в столичном регионе. Там в начале осени у местного жителя был обнаружен завидный боевой арсенал. Как это связано с нашей областью в материале Алексея Немкевича. Выбор, как в супермаркете. Пулемет, автоматы, винтовки, гранаты и взрывные устройства. Все это было найдено в начале сентября в доме и гараже жителя городского поселка Городия Минской области. За пару дней до этого в агрогородке Красное Гомельского района при проверке его машины оперативники обнаружили тюнингованный калашников с глушителем, пистолеты и сотни патронов различного калибра. Сейчас следователям предстоит выяснить, откуда этот внушительный арсенал. К слову, такой объем оружия для нашей страны редкость. Чаще всего в поле зрения правоохранителей попадают так называемые черные копатели. Более 70 лет прошло с окончания самой кровавой войны в истории человечества. И несмотря на то, что уже давно не свистят пули и не разрываются снаряды, события тех дней напоминают о себе. Неразорвавшиеся мины и склады боеприпасов иногда находятся буквально под ногами. Найденное, по идее, никто себе не может присвоить. Однако нередко с мест боев находки плавно перетекают в дома и квартиры. Потом оружие всплывает у коллекционеров, а иногда и стреляет. Можно сказать, что в настоящее время большая часть изъятого из незаконного оборота оружия относится к оружию времен Великой Отечественной войны, которое находят во время несанкционированных раскопок. Как пример, можно привести жителя одного из районов, который из различных частей различного оружия, обнаруженного во время раскопок, сконструировал самодельный обрез, пригодный для стрельбы. Изъятую самоделку по достоинству оценили эксперты-баллисты. Фактически она состояла из подручных материалов. Например, для капсуля патрона использовалась спичечная серая фольга. Самодельный карабин был изготовлен самодельным способом с использованием ствола, фрагмента даже ствола от винтовки Мосина, калибра 7,62 мм. Ствол был обрезан, к нему были присоединены другие детали, которые были изготовлены как из фрагментов профилированной трубы, так и просто отдельно металлических каких-то элементов с возможностью дальнейшего сборки и производства выстрела. А вот еще одно изделие очередного умельца. Экземпляр, по мнению специалистов, весьма необычный. На экспертизу поступил полностью самодельного производства револьвер, который имеет своеобразную конструкцию. К стволу револьвера прикреплен клинок ножа складной. Револьвер полностью снаряжен самодельными патронами, которые также изготовлены самодельным способом с использованием элементов патронов заводского изготовления. Капсюлей живело, гильз от автоматных патронов, пороховых зарядов и пуль. Отмечу, что желание обладать чем-то стреляющим нередко выливается и вовсе уж в уникальные экземпляры. Например, в этом ролике показана базука, стреляющая шарами от боулинга, а также мини-пушка и винтовка из кубиков лего. Но большинство обладателей нелегальных стволов идут по другому, более простому пути. Газовое или охлощенное оружие нередко переделывают в огнестрельное. Для этого меняется ствол. После этого обычный человек будет не в состоянии определить, какой перед ним пистолет. Такие переделки не только внешне, но и по своим характеристикам неотличимы от боевых. А это значит, что за хранение измененного оружия придется отвечать. В целом, за 10 месяцев с начала года из незаконного оборота милиция вывела почти 350 единиц оружия. Из них около 150 незарегистрированного показательна и статистика добровольной сдачи 201 единица. Алексей Немкевич и Евгений Макеенко специально для программы «Дефакто».